Ну что, опять еда, да, да, и нам без нее ни туда, ни сюда, то есть опять готовим. И сегодня у меня вот такая говядина. Я ее сейчас на небольшом количестве оливкового масла, растительного масла, обжариваю. И потом буду тушить ее с овощами до готовности. В красном вине, в сухом красном вине. Но это не обязательно. Если у вас нет красного сухого вина, вы можете это сделать просто в воде. Но я буду делать в вине. Сейчас обжарю, дам испариться в воде. Я ее не солю, пока не перчу. Я дам ей, так сказать, запечататься и обжариться. А потом уже я добавлю лавровый лист, добавлю лук, целую прямо луковицу. Ну, может быть, пополам ее перережу или на четверть. И перец горошком, какие-нибудь еще специи, семена фенхеля. Я люблю тмин, тайм добавить. И будем тушить. Как минимум часика полтора, а то и два. Чтобы она потом у нас такая была очень мягкая, нежная, распадалась на ниточки. Смотрите, какая она прям живая. Ой! Ой, прям такая вся нежненькая, подвижная, сочная. Вот я ее уже перевернула. Крышечкой не накрываю. На таком умеренном огне ее держу. Дам испариться всей воде. И слегка обжариться. Ну вот, смотрите. Вода уже практически испарилась. Начинает мое мясо поджариваться. Я добавила вот эту специю. Как я и говорила, я добавила тмин. Я добавила перец. Я добавила куркуму, желченькую, вы можете видеть. И я добавила паприку. Порошок вот паприки, видите? Ну, гуляш ложат много, да, паприки. Но это не совсем я делаю, не совсем гуляш. Хотя, может быть, это и здесь гуляш. Я, так это, адаптирую голландский рецепт под себя. Вот что у меня есть. И вот сейчас я его перемешаю мясо. И заброшу сюда луковицу крупно порезанную. Вот луковица у меня уже здесь. Сейчас вот дам этому обжариться. И есть у меня еще паприка. Добавлю паприку. Если у вас есть шампиньоны или любые другие грибы, вы тоже можете их сейчас добавить. Ну вот, добавила паприку. Порезала, видите, такими не очень крупными кусочками. Сейчас это обжарю. Видите, мясо уже обжарилось, так что нужно помешать. Также я сюда добавлю, немного у меня есть помидор в собственном соку. Можно добавить томат. Что у вас есть. Также я добавила, смотрите, видите, вот такой чеснок. Я его просто раздавила. Два зубчика чеснока. Посмотрите, какое красивое астартии, можно так сказать. Лук обжаривается, паприка, мясо просто великолепно. Ну и уже самое время добавлять наши томаты. Да, слегка-слегка обжарится. Кстати, потому что у меня томаты, да, обязательно, вот смотрите, пол чайной ложечки сахара, чтобы убрать эту кислоту томатов. Совсем чуть-чуть. Ну, как я часто говорю, где соль, там и сахар. Соли, кстати, я сейчас совсем чуть-чуть добавила, потому что мясо будет очень долго томиться. И мы будем по вкусу солить уже в самом конце. Слушайте, аромат уже стоит обалденный. Все-таки должны придумать в ближайшем будущем камеры, которые передают еще и запах. Это было бы просто обалденно. Ну вот, уже мои овощи с мясом в такой кондиции. Смотрите, уже жидкость от томатов практически вся ушла. Уже это все поджаривается. И я сейчас буду добавлять сюда вино красное. Если нет вина, как уже говорила, можно добавить воду или же бульон. Что вы хотите. У меня вот такое вино, каберне-савиньон. Вот видите, у меня здесь грамм 150. Чилийская. И сейчас я его буду добавлять. Это у меня разморайл всплыл. Сейчас я это все перемешаю. Ну вот, смотрите. Как бы это показать, какой красивый оттенок мясо приобрело. И вся эта вот жидкость, да. Такой глубокий, такой коричневый оттенок. И вот, потому что паприка желтенькая, вообще приятно. Вот когда красная, желтенькая, оранжевая паприка. У меня в данном случае оранжевая была. Освежает это блюдо так, вот, да. Вообще готовится вот, когда наступают холода, гуляш. И вот этот драчис флейс в Нидерландах готовится тоже из мяса дикого кабана или из оленины, да. Вот такое охотничье блюдо, которое долго вот потом тушится, томится. Забрасываются овощи практически целые туда. Ну, потом вечерком, так это свежим хлебом, ломоть свежего хлеба. Можно прямо макать в эту подливу, в эту юшку, да, этот хлеб с бокалом сухого, хорошего, красного вина. Ну, ужин обалденный, конечно. Ну, что, сейчас я убавлю газ, накрою крышкой и дам этому мясу тониться как минимум час, а может быть и полтора. Но где-то минут через 20-30, конечно, я буду заглядывать и аккуратненько перемешивать. И, знаете, если вот уже жидкость вся испарится, то я буду подливать воду, либо бульон, вот, что вы сами хотите. Я буду подливать воду. Да, и вот, что я еще хотела сказать, что вот немножко жду, не накрываю сразу после того, как добавила вино. Жду, чтобы закипело и немножечко, 2-3 минуты прокипело, для того, чтобы побыстрее улетучился алкоголь. Уже, кстати, абсолютно винного запаха, аромата нет. А вот все эти специи, все это пахнет, вот, перемешанное с мясом. Ой, надо закрывать. Ну, а пока мой гуляш или драч из флэйс там тушится, я буду чистить картофель и отваривать. Прошло 20 минут, даже 25. Давайте посмотрим, что у нас там. Вот видите, жидкости уже совсем мало. Значит, еще минут через 10 я добавлю водички. И, кстати, хотела заметить, если вы добавляли не вино, а воду или бульон, то вам не помешает добавить столовую ложку уксуса, яблочного или винного, для того, чтобы мясо было мягким. Ну, а у меня есть эта кислота уксусная, конечно же, в вине. Вот я добавила уже воды, видите, чтобы мясо покрылось. И все, и оставляю также на маленьком огне, под закрытой крышкой, тушиться дальше. Ну вот, дорогие мои, вот здесь мое мясце, как говорила моя бабушка. И у меня тут нашлась, так сказать, баночка маринованных шампиньонов. Вот, смотрите, какие я их сполоснула. Сейчас я их сюда опущу. У меня мясо уже тушится час. В идеале, конечно, еще полчаса точно. И вот я, думаю, добавлю-ка я сюда вот таких шампиньончиков. И дам им вместе с мясом протушиться. Будет вкусненько, ну и побольше будет. Тут у меня вот уже варится картошечка. Сейчас делаю салатик. В идеале, конечно, сквашеная капусточка подать. Но, к сожалению, этой у меня нет. Будет свежая, салат из свежей капусты. И вот в конце я добавлю сюда ложечку сметаны и сухой укроп. Ну что, терпение нам еще на полчасика. Закрываю. Ну вот, что у нас получилось. Может быть, выглядит это не совсем приглядно, да, темно. Но, поверьте мне, очень-очень вкусно. Это вот такие кругленькие, аккуратненькие грибочки, шампиньоны. Ну и вот у меня это свежий салат. Салат из свежей капусты с огурцами. У меня вот такой драчес флэйс. Нужно сказать, гуляш по-голландски. Всем приятного аппетита! Салат из свежей капусты с огурцами. Продолжение следует...